Вместо вступления к этой части И мы продолжаем проходить квест Николаса Эмерик на 100% Поехали, друзья Да, это вторая часть Николаса Эмерика Ого Куда это ты? И что это ты здесь делаешь? Ну-ка, давайте попозже Тут мы еще не разобрались С ла-ла-ла-ла-а Ла-ла-ла-ла-ла Вот, надо бы подразобраться с этим плач похоже это вовсе не отец корона я почему-то думал что это он так я прутиком разгоняю какие-то ужасные я не знаю трупы ли это или что это они хватаются за руки кошмар так может надо чтобы эти схватились тоже удавайте прутик совсем не хочет делать то что нужно эти вообще как-то оторвались от компании чего тела так я так понимаю что тела можно соединять друг с другом некоторые соединяются сами но процесс этот из нужно убрать все трупы там было написано что-то друзья давай хватаю за руку о ужас какое я установил какое именно тело издает тягостные песнопения но толку от этого немного это панихида муки проклятой души будто что-то удерживает ее в плену гниющей оболочки песни очень миленькая да можно чтобы и дальше удерживала так а что у нас тут а теперь я должен идти их искать отца корону душа матери двойников заключена ее земной оболочке я должен даровать ей свет это похоже мать двухголового ребенка так идем в родильную зону здесь есть все необходимые инструменты приятно это слышать густой плотный мог я оторвал кусок мха просто взял и сорвал а также поминальную свечу ну чтож поминаю и свечу идем туда откуда доносятся песни может мха конечно бессмысленно мало ли ничего так наверно надо как-то зажечь либо я применил ее на что-то не то но заметьте родильная зона теперь не может быть осмотрена нами значит все необходимые инструменты мы взяли может я не туда просто применил свеча и тело ничего так а там можно смотреть вот так душа матери двойников да 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 tv вот тут вместе с мхом мы применяем свечу и видим как это силуэты детей теперь я должен идти искать отца корону они устремляются в лес за момент песня прекратилась душа наконец покинула этот мир так а там какой-то экшен о замечательно м н л г ну вы поняли какой-то файлик может быть если не говорить то хотя бы посмотреть что здесь надо посрывать красивые цветы и разобрать ветки и к чему мы доберемся куда мы стремимся и во что мы упрёмся так что обычно что-то отвратительное тряпичная кукла старая и изорванная призраки хотели а вот и залетели двуголовых ребенков родили теперь я должен идти искать отца корону николас николас а лучше останься на берегу насладись закатом и спой давайте посмотрим на куклу тряпичная кукла старая изорванная призраки хотели чтобы я ее нашел то же самое эти главные ребята всплыли а вот наша невеста камнем на дно что ты здесь делаешь ты знаешь что мы сделали с твоими поддельными дочерями ты похоже тоже поддельная 100 камень а 100 так диметра стоит так будто и холодно пирамида из камней напоминает оленью голову и она больше головы инопланетянин напоминает вам ребят ну совсем не оленью еще что-то двойник диметры это сумасшедшая мнящая себя диметрой загородила дорогу вновь пришла к порогу я очень жду эти две страницы вот просто вы не поверите насколько потому что дальше вот здесь дневник уже не листается следовательно там ничего не будет двойник которая считает себя диметрой и планирует заключить этот абсурдный брак ты ее видел о ком ты моя дочь она пропала моя доченька прочь дороге не а пройти ты ее видел куда она делась поищи и в аду нужно доказать этой сумасшедшей что она вовсе не мать двух сестер так какие наши доказательства кокаина я не знаю какие доказательства камнем ее не все что у нас есть это вот кукла больше ничего больше ничего не берешь николас да ладно игрушка моей дочери дед ее нашел твоя мать дала ее мне моя мать я мать твоя мать была очень счастлива но сейчас она плачет потому что родная дочь забыла ее нет это неправда мама мама где же ты в озере она мертва прости мама прости меня прости 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 друзья это какое-то сумасшествие убирайся прочь сатана от козни и дьявола избавь нас господи так это с такого ракурса мы играем до мост из гнилых досок крайне опасный вот говно еще и мост треснул обломки моста не годятся для прохода теперь я должен пересечь эту реку любой ценой на том берегу есть что-то на что я должен взглянуть камень теперь можно взять большой камень слишком тяжел для моих усталых конечностей я с этой мелодии просто до завтра вот этот камень подойдет камень средних размеров отлично подходит камень для метания камень или скорее галька это галька и там и тут что и надо так это я понял это я понял николас но я же хочу еще что-то найти вряд ли ты меня счастливишь а могло и задавить ты бы отбежал хотя бы кто-то так старался представляете как он там вообще выверял чтобы эти камушки так стояли это как снеговика знаете строите прилагаете кучу усилий времени зайдете домой выйдете через час какая-то скотина его уже разрушила это вот такие как николас ну куда теперь николас просто на горы давай просто на горы под а тут какой-то красный цветок николас если бы ты так рассказал мне что умеешь ходить по горам ранее я бы на ту гору с водопадом сходил там так красиво красный лишайник так а здесь нам преграждает путь дерева старое засохшее дерево преграждающие проход только не говори мне только не говори что ты его скотина рукой сейчас сломаешь значит камень поднять для него это было что-то тяжелое да слушайте похоже этот квест призван удивить реально удивить своим сюрреализмом мне ни один квест такие впечатления не производил еще так что это большая каменная голова кто знает какого языческого бога она олицетворяет с одной стороны она покрыта странным зеленым лишайником а так это вот голова а я думал что я рассматриваю там вот красный лишайник ой 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 не надо николас нет пожалуйста вот спасибо вот так голову лучше видно янус янус это янус ребята ничего с этим не поделать странный красный лишайник он растет только здесь возле каменной головы так хорошо его мы берем и николас кто-то отправляется сам все это время хасинта корона падал вниз надеюсь его приземление будет где-то в сток сена в противном случае скорость падения 320 в час при приземлении на голову януса ломается все не нужно выбраться из этого проклятого места парень настолько пытается выбраться уже о мы теперь можем менять персонажей кстати друзья похоже он столь store с той стороны головы где ты вообще я его не вижу могу лишь на что-то посмотреть тропа тянется вверх меж растрескавшихся камней возможно она ведет прочь из этого кошмара янус написано янус друзья вот было сейчас но опас в камне вырезана огромное лицо зачем мне не по себе магистр вы меня слышите асинта за ты слава тебе господи как я рад вас слышать я слышу твой голос но не могу понять откуда он доносится где ты я не знаю похоже на небольшую поляну окруженную зарослями кустарника и терновника на пути препятствия единственный выход находится позади меня но он укрыт густым туманом словно барьером скажи что преграждает нам путь с твоей стороны тут огромный камень напоминающий человеческое лицо изображение лица вырезанное в камне говоришь а тут по этим уступам по губам по носу по глазам забраться на и перемахнул через эту голову сможет даже ребенок я думаю а все это время он что-то рассказывает но то есть мы по разные стороны одной статуи верно как раз каменное лицо стоит посреди дороги то должен быть проход или механизм способны открыть его или заговор тогда поспешим магистр солнце уже низко скорость темнеет загонят домой и все тогда как же так надо тут надо в общем ребят я вижу вот здесь просто проход спокойный к тропе я не знаю у меня может быть что-то с глазами даже если его здесь нет перемахнуть через эту голову это ладно николас отсюда гораздо сложнее вот он я думаю сможет это сделать теперь я должен идти искать отца корону я должен сохраниться мне нужно просто немножко отойти и мы вернемся с вами и закончим квест николас эймерик инквизитор часть 2 а 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 и ну а а